И просто творческий вечер Владимира Илларионова. Сегодня еще и презентация его книги. У нас он в проекте «Библиотека. Люди и судьбы». Проект реализовывался с 2016 года. Именно у нас на библиотечной площадке проходят встречи с интересными людьми самых разных профессий. Талантливых, творческих, любящих свой город и изучающих забытые страницы истории. Но прежде чем прийти к презентации книги, мне хотелось бы пару слов сказать об авторе. Конечно, вы все его знаете, но, может быть, какие-то детали я вам напомню. Владимир Илларионов. Севастополец восьмом поколении. Его дед Иван Андреевич Левицкий защищал Севастополь с начала обороны в 1941 году до последних боев в июле 1942 года на мысе Херсалисе. Отец Иван Петрович Иларионов матросом пришел в город на Левгоре Севастополь в 1944 году и продолжал здесь службу. Сам Владимир родился в городе Севастополе в 1959 году. Окончил радиотехнический факультет Севастопольского приборостроительного института в 1981 году. Работал в конструкторском бюро радиозавода имени Калмыкова. Но судьба распорядилась иначе и занесла его на севастопольское телевидение. Именно Владимир стоял у истоков создания первой в Севастополе телевизионной компании СТВ. С 1991 года тележурналист за 26 лет отснял более 15 тысяч сюжетов, которые проходили в эфире СГТРХ, часть на телеканалах Крыма, Украины, России. Каждый сюжет его был необычен. Вы все видели эти сюжеты по телевидению. То это были сюжеты подземелья проходки стройуправления 528, то аварии на сетях Севастополе, то боевое развертывание, то автогонки на мысе Фиолет, то прыжки с парашютом, то разминирование на Микензевых горах и многое-многое другое. В журналистике вообще Владимир с 1976 года и имеет более 18 тысяч публикаций. Снимает и монтирует видеофильмы и зарисовки, очерки и программы. На севастопольском телевидении создал циклы телепередач «Остолуция», «Экологический вестник», «Севастопольский экстрим», «Крымский маршрут», основные темы работ «История Крыма и Севастополя», «Экология», «Ветеранское движение», «Спасатели Севастополя», «Социальные проблемы», «Поисковое движение в городе». Владимир Иларионов – член Союза журналистов России, член Русского географического общества, кавалер знаков за заслуги перед Балаклавой, за заслуги перед Севастополем и лауреат форума «Общественное признание». Конечно же, вы там знали много людей, с которыми вы, Владимир, знакомы. Работает ли, как хочет? Работает. 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 Многие владеют информацией в сфере вашей деятельности сегодня. Но чтобы узнать вас получше и поближе, вот всех, кто вы здесь собрались, я предлагаю вам ответить на небольшой лиц-опрос. Я задаю вопросы, а вы быстро на них отвечаете. Согласны? «Вы помните свою первую книгу?» «От целого «Общественного»» – это та первая книга, которую я прочитал сам самостоятельно. Мне тогда было 6 лет. А любимая? Любимая на протяжении многих лет были книги Журодяна. Кто-то влиял на ваш выбор литературы? На меня вообще любовь к литературе мне привила моя мама, Ленинская Белеварова, но никто никогда меня не интересовал по выбору направления в литературе, по выбору жанра. На что я очень благодарен, учительница Мария Яковлевна Будаев, учительница русского языка и литературы, школа номер 16. Чем вы увлекались в детстве? Если говорить о детстве, я всегда помню с того момента, когда я ехал на трехколесном велосипеде. Наверное, это было мое первое увлечение, оно потом продолжилось. Я увлекался ее на спортом, боксом, музыкой, 7 лет учился в музыкальной школе. Ну а по первому курсу института увлекся скаловарно непобеденным. Ваш девиз по жизни, если таковой есть. Всегда. Продолжите фракцию. Поступает для меня это. Это упас жизни. Ну а на сегодняшний день это еще и диагноз. Интересно. Телевидение это. Я думала, что телевидение это диагноз. Нет, телевидение это приговор. Это будет диагноз. Вы помните, 26 лет я отдавал телевидению себя полностью. Даже иногда ущерб твоей семье. А так телевидение пило из меня соки 26 лет сполна. Это действительно, это уже даже не образ жизни, это что-то животное. Так телевидение это прекрасно, Дианис. Это 26 лет жизни. Понятно. Я не люблю. Подлость не люблю. Я очень люблю. Верность. Какое для Вас главное слово в жизни именно сейчас? Сейчас я бы, наверное, сказал, что самое главное слово в жизни это мама. Ну, наверное, я был все-таки плохим сыном. Мама бы я давно ушла. Я очень мало ей уделял внимания. И сейчас, когда я задумываюсь о том, что у человека самое главное в жизни, пока у него есть возможность, он должен уделять внимание своей матери. И я, к сожалению, не удалил. Спасибо. Я думаю, что мы Вас узнали получше. Я даже сам себя узнал чуть-чуть получше, да. Ну, так обычно бывает насчет родителей. Я всегда говорю такому фразу, что мамочка, пока ты жива, я ребенок. Поэтому живи подольше. Спасибо. А теперь слово предоставляется Вам. Мы продолжаем. Можно я без микрофона? Можно. Если слышно, то можно. Мы продолжаем у Павлова. Хотели сделать лирическую сразу паузу. Но пока он набирается. Ну, значит, сейчас телефон буквально вот в мобильной разрывается. В городе пробки люди под дождем стоят в машинах, в общественном транспорте. Володя Павланов едет, он позвонил. Он сказал, ждите меня, я обязательно доеду. Даже если мне поломают гитару, в этом туре мне все равно приеду на одной студии, я вам всегда. Я не очень приятного сделать свое выступление. Сегодня исполнилось совет газеты «Слава Севастополя». Ну, были всякчески торжественные мероприятия, не очень торжественные. Я должен сказать, что в газете «Слава Севастополя» прошли обкактую мои первые публикации, первые статьи. Впервые в «Славу Севастополя» я пришел в 1477 году, то есть 40 лет назад. И еще через 10 лет назад из рук редактора «Славы Севастополя» Староверова я получил удостоверение «Рабкора» за подписью «Бая Бабушкина». Вот, до сих пор храню его. И что символично получилось, все рассказы и повести, которые вошли в моей книге, а их уже две, «Звезды и перископок», они все прошли обкактую в славе Севастополя. Они после этого выдержали критику, выдержали правку, иногда жесткую правку, но, тем не менее, уже в эти книги вошли рассказы прочитанные, то есть переработанные, но уже прочитанные. Это читатель знал, герои знали. Здесь в зале присутствуют три человека, герои вот этой книги «Звезды и перископок». И здесь в зале присутствуют как минимум три человека, герои моей третьей книги. Они еще не знают о том, что они герои моей третьей книги. Это будет Дяди Спитерпись, не хочу забегать вперед. Если книга выйдет, то они об этом узнают точно, они не из первых. Наверное, даже до того, как я книгу завернусь в стипографию, они будут узнать, что такая книга вышла. Журналистика. Откуда вообще в семье преподавателей радиотехнического факультета, и отец и мать мне преподавали на радиопаке, откуда вдруг такие поползновения к литературе? Ну, в походы я начал ходить, по-моему, в первый или второй класс, и с родителями постоянно путешествовал, и когда класс начал выезжать на экскурсии, я сразу писал какие-то заметки для школьных медиций. Привирал нещадно. Этим, наверное, создаю сейчас. Но это, скажем, и есть та журналистика, то есть я пишу не протокол, я не сценографирую то, что вокруг меня происходит, я немножко приукрашиваю. И в этом грех и заслуга, наверное, каждого журналиста, каждого писателя, каждого прозаика и поэта. То есть я в краю смерти передачу читателям через призму своего восприятия. После третьего-четвертого класса у меня появились друзья, которые на лето приезжали в Севастополь, а на сей день уезжали учиться в школах. Таллинн, Москва. И мы делали переписку, вспоминая о летних приключениях, о походах на море. Вот тут я познакомился с пистолянным жанром. Эти письма, как потом выяснилось, мои адресаты читали коров в классе, катались по полу зло смеха, не могли поверить, что такое может быть. Я удивлялся, почему? Вроде все нормально, все так и было. Потом, когда несколько лет спустя один из товарищей привез эти письма, и мы прочитали их вместе здесь, сидя на берегу моря в СНСе, то я понял, что да, надо попробовать себя в литературе. Но пробовать я себя стал сначала в спорте, в бокс, в филоспорт. Потом начал готовиться к поступлению на радиотехнический факультет, продолжить традицию своих родителей. И уже на первом курсе института первые заметки, рассказы о скалолазании, о амбинизме, дальше о спасателях Крымской контрольно-спасательной службы Севастопольского контрольно-спасательного отряда. Они привлекли внимание редактора и вообще всей редколейной уставы Севастополя. Эти материалы стали выходить достаточно регулярно, но мы не переключевали в газеты. Красная звезда, известие, неделя. Ну, в общем, и пошло, и поехало. Брать на машинке. Это была гарантия приблизительно на 30%, что материал попадет в печать. Рукописные материалы брали крайне неплохотно. Второе, нужно было сделать обязательно 2-3 фотографии, вертикальные, горизонтальные. Это еще 30% успеха для того, чтобы материал попал в газету, когда уже вся газета сверстана, что-то слетает, есть пустое место. И тут картинки, и фотографии, и администрации. Ну и третье, чему меня в свое время учили мои старшие товарищи, заголовок. Заголовок, оказывается, в газетной статье, решает еще 30-40% успеха. Если глаза за заголовок зацепились, значит, читать будет. Никогда не думал о том, что мне когда-нибудь придется, доведется или посчастливится написать книгу. Нет. Я мыслил малыми газетными, журнальными формами. Мне вот так вот хватало, потому что уж очень много было тем. 2-3 очерка, 2-3 статьи газетных в неделю, это более чем достаточно. Если писать книгу, то, конечно, это слишком много. Я скажу так, что придя на телевидение, я пришел не с пустыми руками. И как я туда попал, я себе сейчас уже могу объяснить. По подаче Бориса Михайловича Эстиной, известного писателя и драматуры для Севастополя этого, бывший мэр Севастополя, Аркадий Николаевич Шестаков, принял решение, даже не решение, это была гипотеза, это была гипотеза с большими восклицательными знаками, а не создать ли нам в Севастополе телевидение. Борис Михайлович его всячески взбатривал, говорил, что да, да, конечно, можем. И вот собрали первую группу, точку, эта группа поговорила, и в результате Борис Михайлович честный сказал, а вот у нас вот есть Владимир Иванович Эстиной Геннадий, давайте вот вам будем помочь, он нам сделает какой-нибудь сюжет телевизионный, и мы посмотрим, можно ли вообще сделать в городе телевидение. Вот тогда Оли Банчес, это оператор Севастопольского приборазновительного института, он делал черные филипы черно-белые на больших пятишелоких пленках, и вот вместе с ним мы выехали делать первый сюжет. Это был морозный февральский вечер, достаточно поздний, мела пурда, было очень-очень холодно, мы заехали наверх на Кадыковский карьер и сняли первый сюжет о экологии Малаклавы. Сняли там с микрофоном, все так по-серьезному, правда, в белом длинном плаще, в какой-то нашей шерстяной шапочке, ручной, вязкой. Но вот этот сюжет мы потом все-таки смонтировали, монтировали его долго, наверное, целый месяц, и в конце концов его показали Шестакову. Аркадий Николаевич сказал, вот, теперь я буду телевидение будем делать. А еще это было в феврале 90-го года. Это было еще на завер, на завер нашей государственности прежней. И вот год спустя, Кескин сказал, знаешь что, давай-ка оставляй с новой институт токов свои слабые токи, свои публики и приходи к нам и будешь работать на телевидении на постоянной слое. Вот, собственно говоря, в этот момент у меня появился трудовой тишки, запись в судьбу на листах. Дальше. Не слабые токи, а научно-исследователь институт источников тока. И мы с тобой работаем. НПК, План, ТБО, Электрон, СОВНИИТОС, Всесоюзного, Севастопольского отделения Всесоюзного научно-исследовательского института тока. О! Спасибо. Вот клина. В принципе. Значит, а дальше началось достаточно стремительное движение вот это так. Сюжеты, сюжеты, каждый день сюжет, каждые два дня сюжет обязательно, какие-то передачи. И однажды, когда Милова уже лет 10, мы отметили первый юбилей Севастопольского телевидения. Здесь было сказано, что я стоял у истоков. На самом деле у истоков стояло человек 10-15. Среди них была вот Ирина Филипповна Котволюк. Она тогда руководила Севастопольским радио, правильно, да? Вот. А Севастопольское радио по решению мэра города вошло в этот консорцию Севастопольской государственной телерадиокомпании региональной. Правда, она программа немножко по-другому называлась. И вот после 10-летнего юбилея СТВ Ирина Филипповна сказала, а не пора ли тебе книжку написать? У тебя столько сюжетов, ты там газет где-то пишешь. Садись, пиши книжку. Я говорю, Ирина Филипповна, некогда. Некогда, надо бежать на ту съемку, на эту съемку, на эту съемку. Так я и продолжал выслить вот такими малыми формами газет там, журнальными. Я сегодня попрошу Ирина Филипповна пару слов скажет о том периоде нашего совместного творчества и как она давала нагоняя. Ну, а дальше получилось так, что в 2010 году, это уже, можно сказать, 20-летие СТВ было, а судьба меня свела скучно и она сказала, Владимир Владимирович, а вот ты ходишь и мимо не замечаешь, что есть в Севастополе такие люди, как подводники. Я говорю, какой такой подводник, какие такие подводники, не знаю никаких подводников, действительно не замечаю. Она познакомила тогда со своим мужем, очень скромным человеком, капитаном 2-го рамка, командира подводной лодки. Я был, в общем-то, очарован его речью, подходом к жизни. Это уже был пятый или шестой фильм сериала в цикле цикловных передач «Рассказы подводника». Он долго не соглашался давать какие-то интервью, и говорит, а зачем это, что это надо, ну, командир подводной лодки, ну, чего страшно. Ну, и в конце концов он дал это интервью, и вот тогда я получил второй «Волшебный и первый». Первый Апеллина Филипповна, и второй Татьяна Константиновна. И она сказала, вот, фильмы это хорошо, и статьи в газетах это тоже не плохо, а может быть, книжку все-таки надо написать? Я сказал, нет, нехто, надо еще охватить остальных подводников, оказывается, и в городе очень много. вот идешь по улице, крикнешь, «Каводер проводной лодки!» Раз три человека вернулись. Вот. Ну, а одним из первых героев моих в повести рассказов оказался Данилов Валентин Алексеевич. Я сейчас нарушу немножко это самое хронология. У нас они все есть на слайдах, что-то там они на слайдах можно запросить. Значит, я хочу сказать, значит, слайды они сами по себе, вы увидите их, комментировать это не нужно. Балаклава, она есть, Балаклава, вы что тут про Балаклаву рассказываете? Что тут? Балаклава, Балаклава. Мы уже про нее сказали, что они офицеров тоже увидите. Я хочу сказать, что сегодня присутствует один из первых героев моей книги Данилов Клинтон Алексеевич, командир ВЧ-5 дизельной подводной лодки, герой множества переходов, множества боевых служб, в том числе одной из первой боевой службы в Средиземном море. Проходя мимо Средиземного моря, Черноморский фонд не имел права подводной лодки выводить свои в Средиземное море. Но было решение, что Черноморский фонд может лодки свои гонять в ленинград на ремонт. На Средиземный фонд ремонтировать. Вот. И поэтому командование Черноморского флота приняло такое решение. А мы пошлем не на лодочки ремонтировать его в Кронштадт эти лодочки. А по дороге эти лодочки на три месяца застрялись в Средиземном море на моего дежурстве, на котором они якобы не должны были. Вот Валентин Алексеевич был на такой лодочке как раз. Это движок, который отвечал за дизеля на этой подводной лодки. И опять же для того, чтобы у него выбить почву из под ног, чтобы он не начал рассказывать о своем уходе северным морским путем, уже не уходите. Не уходите. Я скажу, что однажды было принято решение Северного флота перевезти лодки на Дальний Восток, на Тихоокеанский флот. И решили их нести северным морским путем. Все было хорошо, но лодки не предназначены, вот эти наши дизельные лодки этого проекта не предназначены для хождения среди баковых льдов. На переходе возле Колымерики баковые льды прибили с севера к берегу, лодки пришлось спасать и увезти в реку Колыбу. Ну, думали, день-другой остаемся и пойдем обратно. Идти обратно нифига не получается. Во-первых, там косуна была, во-вторых, вода упала. Лодка не может пройти через эту косу и было принято решение зимовать. Вот Валентин Алексеевич полярник на Колыме зимовал. Раз в неделю приходили там прокручивали в УСМИ механизмы подводные лодки, скалывали сосульки и так далее и подобное. За гровами ездили там на оленях и на чем угодно. Жили в бывших бараках местной колонии лесозаготовителей. А еще им пришлось ближе к весне в конце зимы слетать в Москву на самолете за запасными частями для лодки, чтобы ее можно было по весне или клетку вылезти на большую воду. В конце концов, он слетал в Москву, привез эти запчасти и лодки дошли успешно до Днихоокеанского флота. Ей продолжили службу. А потом Валентин Алексеевич уже прибыл к нам сюда в Балаклаву и продолжал служить. Но сейчас не о подвигах Валентина Алексеевича, а о его поездке. Я хочу что-то рассказал. Он только что вернулся из Санкт-Петербурга, где проходил восьмой съезд Международной Ассоциации ветеранов военно-военских сил и подбурного флота. Валентин Алексеевич единственный из ветеранов подбурного флота Черноводского флота присутствовал на этом съезде это и ассоциация. Давайте погибайте что там было. На эту на эту автономку подводника меня так сказать вдохновили мои сослуживцы и теперь уже ветераны подводники Севастопольского завета ветеранов подводников а именно Виталий Тимофеевич Мантеров председателем Севастопольский ветеранов ветеранов скажу по секрету что эта командировка была на свой счет поэтому охотников не нашлось подводник благодаря тому что сказали уже много что хороших подводников донтирования она подбегла на это путешествие в Санкт-Петербург и таким образом дочь и внучка за месяц взяли билеты в Санкт-Петербург в Санкт-Петербурге у меня стоят сестра моей жены со своим семейством поэтому я был принят отечеством с распластерными объятиями тоже присутствующих этот съезд собралось 300 более 300 делегатов от Чаргановского были я и от высшего инженерного училища в Голландии было много сказано в докладе о работе проделанной этой большой организации в которой насчитывается более 400 тысяч человек по всей России они отмечали свое 15-летие а я представлял свою организацию которой уже 50 лет и перечислил наши тоже скромные дела в числе которых создание участия в создании памятника первого подводника в день в 200-летие чиж скульптора и так далее много 50-летие будут но самое главное что встретил аплодисменты в зал моем короткое выступление когда я сказал что мы горды и до сих пор гордимся что мы снова в России и что возрождается наш подводный подводный сил членоморского флота который уже подавил свое искусство защищать южные рубежи нашей родины и подвод среди темно моря точными ударами своих ракет по врагам с юристового народа с точностью данного места и естественно потянались после выступления каприотек кто служил лекарно связан всего стоп лет оказалось очень много все подарки самолет больше 5 килограмм не берем на второй день а был самая жильский ужин как полагается в интернаторском пациенте на второй день участики съезда в автобусах от метро черта речка известна подавили Кушкина мы направились в Сарафимовское городское лавбище известное еще тем что там похоронены мать и отец Владимира Владимира Путин нашим президентом мы почтили память защитников ленинграда же лакаври ленинграда возложили цветы подводникам подержим на подводной лодке ладом и Курск их там ленинградцев было достаточно и потом была встреча уже в новом здании этого этой ассоциации которого называлось ранее до съезда международной и через их подводников но посчитали что это слишком такое название длинновато для их отношения и по предложению участников съезда теперь это ассоциация называется просто ассоциация общественных организаций ветеранов военную на скорую флоту хотя в основе создания были как раз организации ленинграда ветеранов подводников и сейчас возглавляет его адмирал бывший командующий северным флотом ветеран подводник Николай Михайлович Максимов вот я пригазал локар к этому можно посмотреть с отчетом об этой пиесе Валентин Алексеевич есть еще одна регалия о которой он редко говорит но она есть он член союза журналистов Советского Союза у него есть эти корочки наверное в душе каждый дизелист каждый командир БЧ-5 в душе журналист и вот выйдя на заслуженный отдых он много писал публиковался а на этом съезде международной ассоциации Ультина Алексеевич презентовал две севастопольские книги и одну газету да можно сказать флаг родиной и две книги Владимира Ромша который занял подсчет на место на новом здании этой ассоциации после этого мне надо по велению души посетить Грандштадт где захоронен в братской могиле мой дядя брат отца Красноплодец Николай Данилов 22 сентября на а потом после съезда я направился еще в Великий Новгород дело в том что одна из подводных слотов но в начальном слоте носит имя этого замечательного города воинской славы и там захоронен недалеко в Парфенском районе новая деревня мой отец полицо стрелковой роты погибший на Лиганском фронте в бою 22 февраля 1949 года и там по воле судьбе с течением обстоятельств подживает моя младшая сестра Тамара которая всю жизнь подработала в Мальчиковске на севере Мородка А сейчас у дочери которая работала на крупнейшем в Европе арт-фонд предприятий по производству меня на Лиганском районе там замечательная семья дружная большая светильная тепло в Дагангурской бане и после этого снова возросился в Санкт-Петербург для того чтобы встретить ваша парня Малитин Алексеевич всю свою командировку провел как фигара он фигара здесь фигара там фигара здесь фигара там и за кто вышел вроде в тулуке все вокруг в тулуках завязанными ушанками это в интернете я фотографии смотрел и только севастопольский делегат он в такой форме фураж в форменных ботиночках по севу по льву подходит и толкает речь в Нижнем Рога или в Кронштадте или в Санкт-Петербурге потом уже я понимаю там все-таки одевают тулу и забирается в ростовусы но тем не менее он успешно представил ветеранскую организацию на съезде надеюсь что у нас это хорошо это очень хорошо благодарю вас а сейчас я предлагаю небольшую музыкальную паузу у нас здесь есть еще один подводник Владимир у банков заявшую основание севастопольского телевидения много лет отдавший благотворной работе на этом предприятии в этом средстве вашей информации так севастопольского телевидения я позволю себе сделать вот так вот надеюсь это будет спасибо вам добрый вечер уважаемые севастопольцы ну сразу можно сказать уважаемый Владимир Иванович Владимир Иванов несколько преувеличил сказав несколько слов о Владимир Иванович Кубанове он называл меня подводником но на самом деле это немножко не так я хочу чуть-чуть китара еще захватывала вот дело в чем дело в том что у меня уже значит в жизни получилось так что около 5 лет во второй половине восьмидесятых годов я проработал на севере я работал гражданским специалистом на одной из военных баз на одной из военных баз атомных подводных лодок по виду деятельности я имел возможность находиться в прочном корпусе в прочном корпусах самых разных типов имел возможность общаться с представителями доблестного племени советских подводников перед которыми я бесконечно преклоняюсь и в силу своих каких-то личных индивидуальных качеств я написал немало песен о подводниках и некоторые из них я сейчас вспомнил спасибо песня называется автономка океан притаила притаилася обои под торпед в носовом как голодная стая притаилася обои под торпед петербург Третьи месяц идёт автономка, Мы с собой раз слои в глубину. Всё скрываем, как ниточкой тонкой, Каждый рвёт своей грусть и струну. И в минуты, когда боль печальный, Мой товарищ уже не пройдёт. Ты сыграй мне, как будто случайно, На истёртой гитаре фокс-тон. Ты сыграй мне, как будто случайно, На истёртой гитаре фокс-тон. Под мотивчик монетно-весёлый, Словно в детском приутрином сне. В тополях под московных просолок Непременно увидится мне. Я не хитрым словам этой песни Ничего тут не сделает со мной. Вдруг, поверю, и в сердце воскреснет Всё, что думал, гонять глубиной. Океан за винтом лодки с коком, Глубины беспросветный покров. Третий месяц идёт автономка Под плитой арктических льдов. Льды, гранёные, тискают лодку Под гитару наивный фокс-тон. На глазах надвигай пилотку, Ты чего? Это скоро пройдёт. Негромкие эти пассажи Так просто не скажешь о чём. В сердцах изнасившихся наших Выводит дрожащим скучком. На карте, где остров медвежий Руга адмирала скользит, Последняя чья-то надежда Охрившая чайка летит. Штавные гуляют со страсти Без усы совсем морячок. Сломает на карте фломастер, Рисуя особый значок. Эту тему я спою песню, Это называется «Чёрные пилотки». Уж мы-то знаем, до чего он хрупкий, Хвалённый дилетантами титан. Покуда в металлической скорлупке Пронзает ледовитый океан. Уста над этой пропастью не мелют, И в сердце задаётный перебой. Кто б знал, как мы рискуем здесь своею, Сидеющий так рано головой. У неудачи разговор короткий, Пусть даже жизнь положишь на весы. Ну что ж наденут чёрные пилотки, Другие бесшалашные юнцы. Винты не дремлют в океанской толще, Скрипят горизонтальные рули. Ну, Путин, наливай-ка бред побольше, И быть мне не весёлым не велик. Это люди чести, Люди без выпендрёжа. Это люди, которые, если дают слово, его выполняют. Редко видела подводников, которые обманывали женщин. Ну, бывало, делалось, разлюбить всяким можем, но это настоящие мужики. У них сердце пережило такое, что, если вы знаете, сколько лодок погибло, и сколько осталось на белом свете, а все они ушли с подводниками. И когда Володя в нашей редакции прикоснулся к этой теме, я думаю, ну, молодец. Он просто вот одно интервью взял, которое его покорило, потом ещё и другое, и третье, стало к ним писать. Мы с Володей работали 26 лет вместе. И могу сказать, что мы ни разу не сыры с Володей. Я, ну, вот так по-человечески, ну, конечно, судилась, конечно, ругала за тексты, за всё, но понимала, что он в нашей редакции выше всех тёток, которые там работают. Ну, по-настоящему выше, мощнее, только потому, что он здесь вырос в Крыму. Он знает здесь все вершины, он знает, что внутри горы, понимаете? Он знает морские глубины, потому что он купается и зимой, и летом, между прочим. Я сама была свидетелем, как он кидался. Сегодня, я не знаю, ты сумел вступаться в Непону морского, нет? Не сумел? Вообще-то Володька очень смелый человек, понимаете? И с ним рядом хорошо. Я, например, хотела, чтобы он весь Севастополь научил любить горы, ходить по крымским маршрутам. Сколько я дядя любила. Говорю, Володя, научи нас разжигать костёр, любить вот это дерево, покажи нам вот эти просторы. Тогда, может быть, мы не строили коттеджи у этой бедной бочке на Балаклаве, где сейчас, говорят, ровняют это, сам мы будут коттеджи строить. Да это же кошмар. Какие там растения растут. И мы там с Володей ходили, даже на инжиры идти через это место. Вот мы бы так и не пили, и уже бы не отдали ласки, понимаете? Это, может быть, мы виноваты на СТВ, что не столько было передач сделано, сколько нужно было для того, чтобы воспитать сердце, душу севастопольца по-настоящему. Почему они не стали учить воспитательство? Ну, не знаю. Но дело в том, что Володя вот это делает сейчас. Он обращает наш взгляд, читательский теперь, вот в сердце этих людей, которые живут среди нас. Они настоящие люди. И поэтому я те учил, что ты уже третю книжку будешь делать. Класс. И фотографии тут хорошие. И еще Володя тем хорош, что он взял камеру, он ее изучил по-настоящему. Потом он изучил компьютер, потом он научился фотографировать, потом он научился писать. Не сразу, конечно, но научился. И я очень рада, что с таким талантом учил. Вы как благодать. Ну, у меня ничего вот не получалось. Эти охоты там с Татьяной Константиновной и сели за кружкой чая обсудить этот вариант. И Татьяна Константиновна слово за слово, слово за слово, методом подсголовок стурма помог Валентин Алексеевич. И вы пришли к вот этому выходу, к этому решению звезды, перископом. Я такая маленькая, что не видно. Я по громче буду говорить. Я пришла сегодня поздравить моего друга Валентин Леонова с успехом. С большим успехом человеческим, журналистским, писательским. И сказать ему огромное спасибо от той армии подводников, которые живы, и тех, которых уже нет, в том числе и моих учеников, чьи портреты на кладбище коммунаров, Курск, подводная лодка. Спасибо сегодня, пока мы еще не оцениваем до конца твой труд и его величие в этом разделе службы флотов, подводников. Спасибо за тот, не будем говорить героический, просто за человеческий подвод, который ты за такое время собрал и за такое время выпустил книги. Я горжусь, я рада, я поздравляю. Настолько горячо и искренне, как может это сделать только большой настоящий дружб. Но я хочу сейчас поделиться той мыслью, которая мне приходила в голову раньше, а сегодня особенно, что в жизни всякого мужчины и очень высокого ранга, и среднего, и просто обыкновенного, иногда женщины играют определенную роль, и об этом есть такие поэтические строки. С небес слетает первая звезда, и птицы улетают в край далекий, но с нами остается навсегда свет женщины, прескрасный и высокий. От сердца к сердцу, от мечты к мечте, свет женщины проложит след незримый, достойный только высшей доброте и правде, и любви неподдаримой. Воистину, бессмертные слова, без этого пленительного света «Не кружится от счастья голова, не будет ни героя, ни поэта». И в жизни моего любимого Володи есть такая звездочка, Валентина Кзикутин, есть такая звездочка, зовут ее Светлана, которая делит с ним все прелести журналистской работы. Красивая, умная, добрая и, самое главное, понимающая и любящая. А без любви ничего не бывает, без любви не бывает любви. Всего вам доброго. Светлана меня научила плавать в зиму и в море, научила ладить по скалам, научила ориентироваться с корпусом и карты, а я ее за это учу пользоваться видеокамерами. Спасибо большое, Татьяна Константиновна. Я всех благодарю, кому интересна эта тема, героев этой темы, кто пришел сюда. И еще я пользуюсь этой возможностью, чтобы просто низкий поклон подводникам. Огромное спасибо, потому что благодаря этим книгам я узнала, насколько это тяжелый труд, насколько это мужественные люди. Это те люди, которыми гордится наша страна, и те люди, о которых должны знать потомки. Спасибо. Прошло сентября месяца, когда вышла такая первая книга, совсем немного времени. И пролистывая ее снова и снова, просматривая ее в компьютерной версии, я пришел к выводу, что, к сожалению, при всех своих желаниях и стараниях я упустил время. Те очерки, которые были написаны у него в подводниках, которых с нами уже нет, они, безусловно, требовали доработки, дополнения, дополнения, дополнения. Увы, дополнить уже их некому, эти рассказы. Поэтому я с особым рвением работаю сейчас над очередными своими опусами. Стараюсь собрать как можно больше материала. Иллюстрации, говорили в книге, да, это иллюстрации из частных личных архивов. Некоторые фотографии, заимствованные сегодня из нелегально рассекреченных и секретных материалов в интернете, некоторые фотографии мне довелось сделать самому лично с героями моих рассказов. То есть с каждым из этих людей я общался лично, не один час, не два, и не один раз, и не один день. Но жизнь продолжается, работа продолжается. У нас здесь присутствует председатель Совета ветеранов, Компионат 1-го раунда, Литарий Мантеров. Пожалуйста, несколько слов. Я был не так давно на заседании Совета ветеранов, подводников Севастополя. Там обсуждался в том числе и вопрос патриотического воспитания, вопрос связи с молодым поколением подводников, которые сейчас на этих сверхсовременных дизельных лодках пришли в Севастополь. Ну, если есть у нас перспектива, давайте начнем с удовольствием. Ну, перспектива, как сказал Владимир Иванович, у нас есть. В настоящий момент в регалии подводных лодок уже семь подводных лодок, начиная с Саворовской, которая проходит тремонтернационного завода. На что они способны, вы отлично видите, по телевидению, периодичностью, когда же каждый день показывают, как они стреляют при надводном положении, так вот. Я бы хотел коснуться темы, которую Владимир Иванович взялся в труд, я думаю, российский труд для него, это рассказать о подводниках. Правильно он сказал, что у нас в Севастополе, особенно у Балакаре, Крихосич, командир подводный лодок, или подводник, и будет каждый второй, третий оглядываться в его или не его это завод. Ну, если вспомнить недавнее прошлое, совсем недавнее прошлое по меркам мировой истории, в Севастополе было два училища физницикаторов, это Накимовское училище и Голландия. Без привлечения, даже американцы завидовали училище Голландии, которое выпустило, буквально 15 числа было 66 лет, со дня создания училища Голландии, оно выпустило 11 тысяч офицеров-подводников, кстати, в свое время. И, в общем-то, будем так говорить, на плечах училища Голландии весь атомный флот вооруженщик. Училище Накимовское готовило ракетчиков, училище Голландии готовило механиков, инженер-механиков. Училище Накимовское, вы все знаете, возрождено, действует училище Севастопольское, инженерное, высшее, Москве. Мы еще, выпускники, ветераны училища Голландии, надеемся, что мы его возродим. Второе, на что мы надеемся, что, наконец-то, у нас в городе Герои Севастополя появится подводная лодка-музей. И сейчас, поверьте мне, насквое идет активная работа по вопросу создания музея подводной лодки. Но пока еще она действующая, подводная лодка Буки-435, по классификации Украины, это Запорожье. Владимир Иванович много дел уже сделал и делает для того, чтобы, в общем-то, город Севастополь возродился как центр подводных сил военно-моркового ухода. Поэтому, честь ему и хвала в этом отношении. На прошлой презентации я уже сказал, что ему немного еще не хватает. Вот такой, так сказать, жилки, что, или не жилки, а направление, это показать преемственность поколения. Ну, к примеру, хорошо, вот он рассказал, братья Бабин. Володя, Анатолий, я с ними служил, они служили вместе с товарищем Касьяновым, супругой, которая здесь присутствует. Касьяновым я тоже вместе служил, я именно на боевую службу ходил, вместе с Жучковым, умершего Владимира Прокопьевича. Есть у нас целая династия подводников, к примеру, это династия Табачев. Командир, отец, командир подводной лодки С-281, той же Буки-435, Запорожьем командовал и дуальением запаса Б-153, которая испытывала ракеты в акватории Брид-Уплисии, была глава ракеты, которая в Брежневе лично руководила статусом этой ракеты. Его сын, в настоящий момент команды подводной лодки «Новороссийск», командир подводной лодки, закончил успешную муруя Пакова Ленинградского. В этом же направлении у нас хорошую супругу Касьяновым есть спины, все, есть статья, книги, но других жен, дочерей. Меня свела судьба свободы в институте источников токов. Почему? Слабых токов это не слабых токов, а слабых токов и больших лунгов. Там собирались люди. И у нас связывает вот тему он понял такой, замечательную. Потому что вроде институт слабых токов, но мы занимались обнаружением подводных лодоков. Не только под водой встали приборов, но и с берега. Кто-нибудь догадался, что с берега выводит подводную лодку за 300-400 километров. Вот видите? И с подводниками приходилось общаться на испытаниях. Вот, например, мы проводили испытания в Келенджике, там база была наша, базовая лаборатория Академия Дома. И приходилось общаться с подводниками. Дали подводную лодку с Феодосией. 641-й проект есть такой, да? Правда, да? Есть такой 641-й? Ну, лодка такая бывалая. И вот мы с подводниками пишем программу испытаний. Я говорю, вы сможете вот так вот так вот походить по позиции на зону температурного скачка и на дно лечь. Он говорит, вы знаете, у нас уже сальни не текут, мы старенькая лодка, на 90 метров не можем погрузиться. Но для вас делают все, что вы просите. И вот мы просили, чтобы она мянко легла на дно. А мы ее с берега уже еще 30 километров стекли нашим сейсмопреобразователем. Понимаете? Вот это наука наша. Вот тесно мы переплелись как-то и общались с подводниками на Дальнем Востоке, когда проводили эти же испытания. И вы представляете, какие замечательные результаты. Они почему-то до сих пор в России где-то спрятаны. Вот я такую секретную информацию рассказываю. Понимаете? Вот сейчас уже прошло столько лет и подводников у нас ну просто это люди здесь летчики и подводники это люди с чистой душой с совестью. Понимаете? Они никогда не придут в духе. Всегда придут на помощь. Вот. Потому что вот например когда мы проводили испытания вот тут сидит еще мастер спорта подводного ориентирования у нас на испытаниях попали шпионы представляете да и когда они нам отрубили концы утонули приборы мне пришлось на глубину 10 метров на дно дыхания с ополами почему? Шпионы выпустили в воздух и хорошо был подводник на наверху который собственно дал мне конец чтобы можно было всплыть с глубины 50 метров и тебя не разорвало вот ну в общем для меня подводник это ну как вы знаете братья такие знаете настоящие братья и вот вам это спасибо вот так мы с будущими носим себе важные военные тайны и ночью оглядываемся не идете за нами чтобы спросить а как мы при помощи своих публиков вычисляли присутствие подводной лодки собственно говоря это на вибрации мы верим сейсмика сейсмика наши приборы фиксировали испытания ядерных зарядов внимание американцы торговали а у нас самописы зашкаливали слышали все и даже к сожалению вот такой волюсный эпизод начало оптимизации спектакль землетрясения мы зафиксировали за 4 дня до начала но у нас не было любая реагуляция для того чтобы определить направление нужно две точки улавливания шумов почему дальномер корабельный две точки разнос чем больше разнос тем точнее определяет дальность до объекта мы знали что идет активизация земных процессов где-то лопается кора начинается землетрясение мы не могли взять азимут в каком направлении у нас не было в какой точке на этот момент Володя ты должен и об этом написать я же попал потом в Ереван по приглашению Рыжкова я им сказал 16-го будет еще одно землетрясение и коррекция раз и Ереван не прошу я просто еще напишу Володя значит ты затронул тему в Москве сейчас надо спасать черное воде займемся сейчас закончим и займемся в Севастопе в Севастопе в Севастопе в Севастопе в Севастопе Аркадий Читин Времени секунды и Почек а как сказал Дену Лес человек написал хотя бы одну книгу не умрет и всегда так насколько я понимаю получается потихонечку серия не отдельная книга а серия сегодня в городе никто серию не пишет вот на мне закончилась крайняя серия нет у нас такой праздник последняя только крайняя хотя это безграмотно с точки зрения русской результации а серия неизвестная Севастопа которого нет я ее закончил там 6 книг и вот я смотрю у Ивановича вырисовывается очередная серия пока 2 книги но я уверяю вас вы не удивляетесь если вдруг появится третья потом четвертая потом пятая потому что аппетит приходит во время еды потом будет сложно выйти из этой серии но это все-таки серия анархо-героических подводников вот меня готовили всю жизнь убивать подводные но я был на подводных флотах и считая эти люди героическими даже на моих командиров наших флотах полаклаве сказал если кое-что дайте мне ПМ не мучиться как вы ходите на этих кораблях и у меня в этой связи и с тем что он сказал Владимир Ильич выше есть такая просьба может быть есть смысл в конце концов как-то вот собрать готовиться к этому и пока остался коллектив первого Бориса Эскина написать о том как начиналось севастопольское телевидение его и код Эскина аршивы сохранились домашние у людей тварь сохранился память все все помнят все пока вот плаги здесь пока на месте не все далеко уже но на месте и подготовить этот телевидение потому что он гордо нужен а севастопольском телевидении еще ни одной дни не вышло и не готовится насколько я знаю сегодня вот это будет большой подарок и не только нашим телевидениям но и тем журналистам которые придут завтра на наше телевидение и нашим детям и нашим внукам вот с таким пожеланием я доставлю надеюсь что они через муж будут изрядно потреваны очень хочется в это верить и что они не попадут вот в таком первозданном виде на списание по выслуге лет хочется чтобы вы все-таки зачитали ДДН а мы постараемся чтобы к ним к этим книгам было обращение а мы поднимем тебе можно сегодня на поднимете можно сегодня 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 еще нет книги подарены только сегодня они пойдут по обработку их надо прочитать через месяц они будут а потом конечно будут прочитать там в зале через неделю через две после нового года понятно все дорогие друзья наш вечер подошел к концу очень приятно что он прошел в такой дружественной и теплой атмосфере а мне бы хотелось все-таки в преддверии нового года конечно же я заглянула в дорожку 2018 год это год желтой собаки который дает человеку даст спокойствие и коммуникабельность собака весь год будет на страже нашего благополучия собака олицетворяет собой справедливость она никогда не предаст и в год ее правления человечеству можно будет успокоить все будет четко и справедливо вы Владимир когда я ознакомилась с вашей биографией с вашими многочисленными сюжетами которые есть в интернете и такими разноплановыми и многообразными студия СТВ все-таки удачный добрый и талантливый человек и мы желаем в следующем году исполнения всех ваших желаний спасибо до новых встреч всем спасибо аплодисменты вы хотите ни слова сказать что выходите рано умер от ничего этой болезни Миша Кричко рано от рака умер тоже значит так это очень такая служба конечно опасная и нужная и очень трудная конечно ну я лично у меня награды трудовые и юбилейные я как как и жив в войну я к подводному флоту такое отношение имел значит на 13-м заводе я ремонтировал аварийные лодки подводные три года работал докмейстром передоклал весь флот подводный это севастопольский членовельно-черноморский ну а пришлось мне еще по 613 двери переворачивать лодку погодную значит филинг фирбук он устанавливает и на руководитель дистанции новые значит так от начала от база и до сдачи полностью руководил этой сложнейшей работой ну опыт пригодился конечно этот пригодился в жизни очень такой был я потом полжизни отдал ЦКБ Горал главным педологом был и тоже сложнейшие вопросы решал по бурровым установкам и так далее все спасибо Виктор Микогенов Советский Союз